Дневной разворот в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Ирысев. И мы продолжаем тему митингов. Сегодня на Театральной площади в 17 часов пройдет митинг, организуемый представителями оппозиционных партий в 17 часов на Театральной площади. Напомню, что вчера там же проходил митинг в поддержку Владимира Путина. Мы сегодня обсуждаем то, что люди продолжают собираться, и целесообразности этого нужно ли ходить, или это уже как-то, ну, уже отходили. Достаточно. Игорь, что ты молчишь? 708-502, наш номер телефона, звоните, пожалуйста, и ваша точка зрения, нужно ли выходить на митинги, и пойдете ли вы? Да я не молчу, нет, я думаю о том, что целесообразно или нет, ты спрашиваешь, но целесообразность, она заключается, наверное, только для тех, кто идет в поддержку каких-то своих идей, связанных с протестом. То есть те, кто идут поддерживать кандидата, а теперь уже президента фактически Путина, у них была цель какая одна — сказать, что вот мы есть, и мы поддерживаем кандидата Путина, и мы за стабильность, и, собственно говоря, мы рассчитываем на то, что он победит, но теперь уже победил. Ну, собственно, и вчера этот митинг... То есть вчера люди выходили для того, чтобы вот еще раз проявить вот это вот, высказать свою точку зрения, что мы за Путина, мы за стабильность, да? Да, ну то есть это не протест, целесообразность этого, я думаю, единственное, только в противопоставлении того, что и мы такие есть, не только вы такие оппозиционеры, одни ходите по улицам, мы собираемся и для еще более благих целей, чтобы поддержать, а не просто выразить какой-то протест. Ну вот, о целесообразности мы говорим сегодня о митингах оппозиции, мне кажется, так все-таки. Да, и тут единственное, всегда ли люди ходят по собственной инициативе. У нас звонок. Сейчас мы дозвонились до Максима Павлюченко, секретарь Кировского обкома Комсомола. Максим, добрый день. Здравствуйте. Да, тема митингов у нас, можете ли прокомментировать? Оценка результатов... Тема сегодняшнего нашего митинга? Только, пожалуйста, сделайте приемник потише, чтобы лучше нам вас слышать. Что, плохо слышно меня? Да, да, да. Вот так получше, да. Значит, ну, собственно, вы хотели узнать темы сегодняшнего митинга, который проводит КПРФ, да? Да, ну, как сказать, из сегодняшнего митинга в частности, и какие планы на будущее? Я так понимаю, что митинги будут продолжаться? Да, будут продолжаться. В Москве вчера, ну, наверное, в курсе, там, 250 человек арестовали. Мы точно так же не признаем результаты голосования как Кировскую городскую думу, так и президента Российской Федерации. В Кирове просто творилось вакханалия, скупали голоса пачками. 40 тысяч голосов по нашим подсчетам было скуплено. Эта оценка сделана на основе той разницы между числом голосов поданных за Единую Россию на выборах в Госдуму по городу Кирову и на выборах в Гордуму. То есть разница 42 тысячи. И основная масса, безусловно, за счет именно прямого подкупа была достигнута этого прироста. Я слышал, кстати, что до этого было обсуждение митинга, который вчера проводила Единая Россия. Я специально из интереса туда зашел, увидел отлично, как все было вокруг площади уставлено автобусами, завозили людей с районов, завозили с заводов. Вот я разговаривал с людьми с маяка там. И, в общем-то, ни о какой добровольности говорить просто невозможно. По-моему, это просто оскорбление, когда наших людей сначала за такую копейку скупили, а теперь еще заставляют этому радоваться. И вот там плясали хороводы, водили медведей, значит. Но как только этот так называемый митинг закончился, как только дали отбой, сразу же за пять минут все люди практически рассосали, вся эта толпа. Пошли по своим делам. Потому что они были пригнаны туда. Насильственно, по сути, это дело. Наши люди, которые придут сегодня, придут добровольно. Ну, давайте не будем, может быть, утверждать, насильственно или нет. Нет, но я, собственно, там был и видел, как эти автобусы... Насильственно, это, знаете, когда вас за волосы тянут. А тут вам просто предоставлено... Когда вас на работе по разнарядке присылают, это что, добровольно, что ли? Ну, тут ведь тоже человек может отказаться. Но, с другой стороны, может быть, они руководствуются какими-то своими принципами. Вот это просто абсурд, что человек может отказаться, когда человек на работе, он зачастую обычно почти подневольный, да, в этом смысле. Ему там говорят, а мы тебе премии лишим. Естественно, он не хочет нести какие-нибудь финансовые затраты и идет, куда прикажут. Ну, хорошо, но мы говорим все-таки о митингах ваших, если я тебе... Да, о наших митингах, я уже сказал, мы считаем президента избранного и Государственную Думу избранную нелегитимными. Ну, хорошо, а как... Ровно, как и Думу городскую, Кировскую. Вы как все-таки думаете, лучше собираться-то по этому поводу и митинговать, или идти в суды? Ага, в суды мы тоже пойдем, но митинговать тоже необходимо, потому что надо понимать, что суды никогда не примут решение объективного, если не будут знать, что... Если они не примут такого решения и не рассмотрят эти дела, то будут последствия. Дело в том, что у нас вчера мы видели, позавчера уже видели, как реагируют правоохранительные органы, они не реагируют никак. Полиция знает, что скупает, видит все это, приходит в эти приемные депутатов, единорунных, там, как самовыреженцы, которые просто выдают там по 500 рублей и скупают людей, и ничего полиция не делает, они пресекают это. Это точно будет вести себя и суд, если мы не выйдем на улицу, если не выразим свою позицию, если не скажем свое слово. Но видите, насколько я знаю, насколько я понимаю, пока никто еще не сумел доказать, что это незаконно. Не, ну, знаете, доказывать все, что угодно можно. Но здесь скупили, это ввели все за 500 рублей, это просто оскорбление и позор для горожан. Ну, то есть, ну, то есть... Можно сейчас с юзуистикой скрываться сколько угодно за юридическое. Говорите, это законно, это незаконно. Но все мы вели, что это был наглый подкуп. Это было очевидно для всех абсолютно, кто в здравом умеет твердой памяти. Ну, насколько я понимаю, вы будете все-таки занимать эти обе площадки, и улица, и вот эти скучные судебные процессы. И там добиваться истины. И в дальнейшем какие будут еще акции? Ну, акции вот на сегодняшний день мы еще на 17-е подаем, просто потому что ближе как-то у нас времени не хватает. Там за 10 дней надо подавать заявку о митинге. Ну, вы также будете вкупе со «Справедливей Россией», насколько я понимаю? Ну, вроде бы они заявлялись на сегодняшнем, ну, в смысле, на участие в сегодняшнем митинге. Но, правда, сегодня на выборе, вернее, на ЗАГС-собрании я был, и там они признали, в общем-то, выборы президента, но тоже не признали легитимность Кировской городской думы. Так что думаю, что на сегодняшнем митинге они будут, ну и, возможно, на последующих, но за них в данном случае отвечать я не стану заранее. Но в сегодняшнем-то они, вероятнее всего, точно будут с нами. Максим, спасибо за разговор. Максим Бавлюченко, секретарь Кировского обкома Комсомола, был у нас с нами на связи. Мы говорим про митинг сегодняшний, про минувший, который прошел вчера, и про то, какие митинги будут в дальнейшем, и, ну, собственно говоря, есть ли смысл их проводить. Светлана Удельна и Игорь Рысев. Дневной разворот в Кирове, 708-502. Хотелось бы, слушатели, услышите вас. Ваше мнение, пожалуйста, звоните к нам. И сейчас мы дозвонились до Павла Дорофеева, лидера молодежного крыла «Справедливая Россия» в Приворском федеральном округе. Павел, добрый день. Да, добрый день. Да, вы в прямом случае, и вашу точку зрения тоже хотелось бы услышать. Пойдете ли на митинг сегодня? Да. Мы в митинге сегодня не будем принимать участие, по той причине, что выборы, во-первых, только в составе еще прошли, прошло мало времени. Нами было очень много нарушений выявлено. Мы хотим пока пробовать конструктивно разобраться. Сейчас мы подали очень много жалоб в органы внутренних дел, в суды будем подавать диски. Поэтому мы хотим попробовать сейчас конструктивно разобраться. То есть пока на площади выходить не собираетесь, пока не разберетесь все? Да, мы, конечно, и моя личная позиция вообще, что выборы прошли очень ужасно, они были очень грязными. Особенно в там день выборов, когда я приезжал на избирательные участки, где люди были все подкуплены, избиратели. Когда я подъезжал на места выдачи денег, где выдавались деньги людям, которые продали свой голос. На самом деле, когда наблюдалось, где стояли очереди по 70 человек, в этот момент я поймал себя на мысли, а хочется ли мне вообще быть избранником людей, которые готовы продать свой голос. Вот почему-то у меня такая мысль появилась в тот момент. То есть не очень хочется представлять интересы этих людей? Ну вот на самом деле, мне было очень приятно, что за меня проголосовало в итоге 3700 человек. Это, я считаю, очень хороший показатель. Ну, мне было очень неприятно, что мой оппонент свои голоса покупал именно вот таким образом через народных наблюдателей за 900 рублей. Я просто сам наблюдал лично, как у мест выдачи денег стояли очереди по 50-70 человек, причем эти очереди стояли с утра до вечера, и по некоторым данным было таким образом выдано порядка 400 тысяч человекам вот эти деньги. Ну, мне на самом деле было бы не очень приятно все это наблюдать, как даже вот до сих пор. Ну да, ну, как вы правильно сказали, сейчас этим будут заниматься правоохранительные органы, пока мы судить никого ни за что не можем, ни публично, ни в судах. То есть мы на это не имеем права, мы только высказываем свою точку зрения. Спасибо, Павел. Спасибо, что высказали свою точку зрения. Да, неожиданно так получилось, что «Справедливая Россия» не будет нечаствовать. Павел Дорофеев, лидер молодежного крыла «Справедливая Россия» в Приворском федеральном округе. С этой темой мы закругляемся, будем следить, как сегодня митинг пройдет, обязательно об этом еще поговорим, но сейчас мы плавно переходим к нашей следующей теме. Сегодня будем говорить мы про историю, как штраф 100 рублей порой могут довести до ареста. И сейчас мы пытаемся созвониться с Евгением Гасилиным, это кировчанин, у которого из-за незначительного долга арестовали машину и счет в банке, как это произошло. Ну, собственно говоря, сегодня мы будем разбираться. Если у вас, слушатели, есть какие-то подобные истории, если вы столкнулись с чем-то подобным и оказались вы в такой неприятной ситуации из-за незначительных долгов, наш номер телефона, прямая линия 708-502, мы ждем ваших историй. И номер для СМС-сообщения 8-909-720-101-0, это номер телефона для СМС-сообщения. И хочу представить нашу гостью сегодня, это Ольга Одинцова, начальник отдела Организации исполнительного производства Управления службы судебных приставов по Кировской области. Ольга, добрый день. Добрый день. Хотелось бы у вас сначала с такого, может быть, более скучного, начнем со статистики о Кировчане. За что больше долгов? Вот как-то в процентном соотношении. Задолжали больше где? Ну, в прошлом году у нас на исполнении находилось порядка 900 тысяч исполнительных документов. И наибольшую часть из этого количества составляют долги ЖКХ. Примерно 17% это задолженность кировчан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Далее идут госпошлина 16% и 11%, то есть тоже значительное количество, это штрафы различных специально уполномоченных органов. В том числе, вернее, не в том числе, а отдельно, также 11% составляют штрафы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Примерно 80% составляют судебные приказы о взыскании налогов с физических лиц, ну и остальная категория 2-3%, то есть достаточно незначительные. Есть ли какие-то подобные случаи, когда какой-то минимальный штраф незначительный может повлечь за собой такие последствия, как арест или, может быть, куда более серьезные? Либо такой случай, что задолжила 100 рублей, арестовали машину, еще плюсом счет в банке. То есть это вопиющий случай или это практика? Нет, есть федеральный закон об исполнительном производстве, в котором прописано все меры принудительного исполнения, которые судебный пристав-исполнитель вправе исполнить, чтобы взыскать задолженность, то есть независимо от суммы. Ну, у нас участник подобного происшествия сейчас на линии Евгений Гасилин. Да, узнаем все из первых уст. Евгений, добрый день. Добрый день. Да, мы слушаем вашу историю, что у вас приключилось. Значит, в первый раз сотрудники ГИИ наложили штраф за превышение скорости, который я оплатил. В дальнейшем, значит, мне пришло от судебных приставов постановление, или я не помню уже, вот это было годы три назад, о том, что я должен проплатить. Я позвонил судебному приставу с желудковой, о том, что у меня есть квитанции. То есть спустя такой большой промежуток времени вновь это всплывло, да? Нет, 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 это первый случай. Это был первый случай по машине. Значит, я позвонил, я сказал, вы можете не приезжать, а факсом мне сбросить копию квитанции. И на этом, в принципе, это я уже забыл. Потом я узнаю, что моя машина в розыске. Обращаясь к судебному приставу, оказывается, что она в отпуске, и только она имеет право снять арест с моей машины. Второй случай. Две недели назад я узнаю, что у меня операция по аресту счета прошла успешно. Пришло сообщение на телефон. Звоню в банк, с чем связано, они пристить мне не смогли. Обращайтесь в центральный офис. В центральном офисе сказали, что возможно судебное отрискивают. Я узнал, что у меня долг 100 рублей. Не долг, а арестовали за 100 рублей. То, что в прошлом году я продал машину по доверенности, и на этой машине было совершено превышение скорости и наложен штраф в 100 рублей. То есть, по сути, уже в вашем пользовании не находился автомобиль, выписали штраф? Да, выписали штраф. Я пришел к судебному приставу, оплатил этот штраф. И попросил мне доставить документы, по которым я должен проплатить. И увидел, что машина, которую я продал, нарушила правила. То есть, я даже об этом не знал. И если бы я поехал за границу, меня бы, соответственно, не выпустили. Потому что возбуждено судебное производство или там, как вам считалось. Ну, а сейчас в итоге арест снят? Снят по просьбе. Я обратился к знакомому, чтобы они через судебных приставов как-то вот. Потому что на эту карточку приходит пенсия. И сейчас сняли резко. То есть, это две истории. Первое превышение, 100 рублей, машину арестовали. Вторая история, когда у вас продана машина по доверенности, и у вас заблокировали счет в банке из-за того, что, ну, соответственно, другой человек, да, нарушил, а вам пришлось расплачиваться. Так, да? Вот две истории. Ну, то, что я, допустим, заранее знал, или этот человек, который совершил, или я бы, естественно, оплатил. Мы вас услышали. Спасибо вам за историю. Мы сейчас попытаемся в ней разобраться. И у специалистов поинтересуемся, как система эта работает, и все ли именно так. Так что слушайте нас. Спасибо вам. До свидания. Да, это был Евгений Гасилин, Кировчанин, у которого из-за незначительного долга арестовали машину, и счет в банке. Ольга, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали этот случай. Ну, по первому случаю, поскольку он достаточно длительный период времени прошел, то есть по нему ничего не могу сказать, но я так думаю, что там арест из транспортного средства и вряд ли бы судебный пристав из-за 100 рублей, конечно, стал накладывать арест на транспортное средство. Что касается второго случая... А вот арест можно производить, если штраф какой, то есть размер? Ну, сумма штрафа должна быть соразмерна, то есть аресту. То есть арест должен быть соразмерен, сумма долга должна быть соразмерна аресту. То есть один из принципов исполнительного производства. То есть если бы машина стоила 100 рублей, можно было бы ее арестовать? Можно арестовать магнитолу из данной машины. Что касается второго случая, поскольку должником, Гасилиным Евгением, данная машина была продана по доверенности, то есть данное транспортное средство зарегистрировано за ним. И протокол был составлен по видеофиксации. То есть ГИБДД установили данное транспортное средство, поскольку собственником транспортного средства является господин Гасилин. Постановление об административном правонарушении было направлено по его адресу, по адресу его проживания. Данное постановление направляется заказными письмами с аппаратными уведомлениями. В течение месяца Гасилин это постановление не получил на почте. Оно было возвращено в инспекцию дорожного движения в связи с истечением срока хранения. В соответствии с законом, вернее, с кодексом об административных правонарушениях, если должник не оплатит штраф в течение 30 дней с момента вступления данного постановления в законную силу, значит, в течение трех дней специально уполномоченный орган, либо суд направляет это постановление уже судебному приставу исполнителю, чтобы, поскольку должник отказался доправольно оплачивать, значит, для принятия мер принудительного исполнения с тем, чтобы можно было взыскать сумму штрафа. Судебный пристав исполнитель, получив постановление об административном правонарушении, ну и любой другой исполнительный документ, возбуждает исполнительное производство и постановление возбуждения, о котором нам говорил Евгений, направляется должнику по известному адресу. Значит, наше постановление, то есть постановление судебного пристава исполнителя, точно так же находилось на почте в течение 30 дней, ему оставлялись извещения, то есть он не получил. Как застраховаться от такого случая? Получается, что нарушил-то закон не он? Но транспортное средство зарегистрировано за ним, то есть ему необходимо, чтобы данное транспортное средство было зарегистрировано за тем, кому он его продал. Возможно ли арестовывать счета? Возможно. Да, у нас сейчас на линии находится Алексей Филимонов, заместитель начальника отдела дорожной патрульной службы исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Кировской области. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Да, как строится работа с нарушителями пешеходами, с нарушителями водителями? Расскажите. Ну, значит, у нас несколько возможных вариантов налажения административных наказаний за нарушение правил дорожного движения. Первое – это когда непосредственно сотрудник госавтоинспекции выявляет административное правонарушение и налагает административное наказание на месте его совершения. В данном случае никаких проблем не возникает, то есть тот правонарушитель получает на месте постановления, ему разъясняется порядок... Алексей, говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно. Хорошо. Правонарушителю разъясняется порядок уплаты штрафа. В принципе, никаких вопросов не возникает. То есть в течение 30 дней с момента вступления в законную силу штраф уплачивается. Значит, существует и другой, так скажем, вариант. Это когда административные наказания налагаются на собственников транспортных средств. Это по тем административным правонарушениям, которые были выявлены специальными техническими средствами, работающие в автоматическом режиме. В данном случае у нас кодекс предусматривает назначение наказания уже непосредственно на собственника транспортного средства, на которого зарегистрирован автомобиль. И постановление направляется уже заказной корреспонденцией. То есть машина едет автоматически, вот эта автоматическая система, да, она зафиксировала и потом уже приходит, соответственно, по почте, да? Да, то есть само рассмотрение дела происходит без участия собственника транспортного средства. Ему уже направляется заказная корреспонденция и результат принятого решения. Обычно это превышение скорости и проезд запрещающий сигнал светофора в Кировской области. Ну, то есть получается, что, в принципе, машина может не принадлежать этому человеку, он проехал, превысил скорость, это зафиксировано, и ему присылается штраф, а он вроде как и не владеет этой машиной больше. Ну, если, так скажем, право собственности не переоформлено, то такой вариант возможен. Все, мы вас услышали, Алексей, спасибо большое. До свидания, Алексей Фельмонов, заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы и исполнение административного законодательства управления ГИБДД по Кировской области был с нами на связи. Продолжаем общаться с Ольгой Одинцовой, это начальник отдела организации исполнительного производства управления службы судебных приставов по Кировской области. Ольга, меняется ли как-то динамика? То есть сейчас вы сказали, что больше нарушителей должников по ЖКХ, должники по дорожно-транспортным каким-то штрафам. Меняется ли эта динамика? Есть ли какая-то лучшая сторона за последнее время? Нет, в принципе, динамика пока остается такой же. Такой же, да? То есть много чего делается, но как-то все равно это такие самые слабые места, да? Да. Я хотела бы обратиться к нашим слушателям 708-502. Обсуждаем мы сегодня историю Кировчанина, у которого из-за незначительного долга арестовали машину и счет в банке. Если у вас есть какие-то подобные истории, тоже немного задолжали, но при этом это привело к таким серьезным каким-то последствиям. Ну, пожалуйста, расскажите историю 708-502, звоните к нам. Ольга, и какие-то такие, может быть, советы, самые простые для нас, для Кировчан, как вот уберечь себя по данным случаям? Последить свои долги, о которых, может быть, даже представления не имеешь. Ну, как вот уже и сотрудники ГИБДД говорил, то есть если вы являетесь собственником транспортного средства, но вы его продали, то есть желательно, конечно, оформить право собственности на того, кто купил это транспортное средство. Что касается налогов, например, то есть достаточно большой процент у нас это неуплата различных налогов физическими лицами, то есть транспортной, земельной, на имущество. И мы прекрасно знаем, что если, значит, вы являетесь каким-то собственником, то вы должны ежегодно платить долги. То есть, естественно, если вам не поступило уведомление и за налоговой инспекцией, то желательно, конечно, подойти туда и поинтересоваться, и проплатить данные долги. Да, еще. Ну, вот, в общем-то, основные такие. У нас слушатели на линии. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, прямой эфир, представьтесь. Меня зовут Владислав. Владислав, мы вас слушаем. Вы знаете, достаточно часто сталкиваюсь с судебными приставами, как физическое лицо. Приставами, как вы сказали. Ну, да, и как и представитель юридических структур. И у меня сложилось однозначное впечатление, что, на мой взгляд, это, наверное, одна из самых бесполезных структур. Почему? Средни государства. Объясню, почему. У меня, вот, на сегодняшний день у судебных приставов 4 месяца, 5, лежит исполнительный лист, там, на сумму около 2 миллионов, и они не могут ничего сделать. У меня неоднократно были исполнительные листы, у них на производстве, там, тоже достаточно на большая сумма, когда работающие предприятия, ну, как бы, которые отгружают продукцию каждый день, конкретно могу сказать, вот, в Кирово-Чепецком районе, да, есть предприятие «Лотус», предприятие работает, отчисляет деньги, у них постоянно идет отгрузка, у них есть деньги на счете. Слава Богу, мы живем в такой стране, где есть, к сожалению или к счастью... Да, 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 но с какой проблемой сталкиваетесь конкретно? И люди ничего не могут сделать или не хотят. Но, когда я должен, там, допустим, 100 рублей за, допустим, нарушение правил дорожного движения, и я им говорю, я ни от кого не прячусь, вот мой номер телефона, вы только наберите меня, потому что я не получаю вашу корреспонденцию. Нет ни ответов, ни сигналов, ничего. И точно так же... То есть, подождите, я насколько понимаю, у вас есть желание платить штраф, но вы... Конечно, конечно. То есть, вот я сейчас, например, стал попроще к этому относиться, в принципе, мне все равно. Но, когда я там был помоложе, я им оставлял свои координаты, просил, наберите меня, я не получаю вашу почту. Только, пожалуйста, подключитесь, тоже как беседе. Ну, в данном случае... Подождите, подождите, я еще не все. Наберите меня, постоянно меняются судебные пристава. Я после седьмой перестал записывать свою телефонную книжку. И эффективности действия нет. Приходите к нам работать, если у вас своеобразование есть. Знаете, если я... Проблемы в кадрах, получается, да? Да есть проблемы. Ну, взысканием долгов, да? Вот я последние пять лет, так или иначе, занимаюсь тем, что я взыскиваю долги. Так у вас структура дает физическим лицам, физическим лицам грамоты за содействие в работе. Хотя человек не имеет... Ну, по большому счету, пенсионер, он не имеет никаких допусков, никакой информации, никаким базам данных. И когда один из там последних случаев, два года назад, на улице Водопроводной, в городе Кирове, приехали судебные пристава, и за 100 рублей штрафа у руководителя крупного предприятия начали решетки на окнах резать и дверь скрывать. Ему соседи звонят, говорят, у тебя тут проблема. Он приехал, а 100 рублей штраф неоплаченный, понимаете? А в то же время миллионы долгов 50, и никто с этим ничего не делает и сделать не хочет. Был последний раз у вас в прошлом году, в 2011, в конце года, 7 этажей людей сидят, перекладывают бумажки с места на место, но ничего не меняется и ничего не произойдет. Да, мы поняли вас. Спасибо большое. Да, услышали, Ольга. Значит, по этому поводу хотела бы что пояснить. Значит, я не соглашусь, что, скажем, 7 этажей людей сидят и перекладывают бумажки. Я вам уже сказала, что возбуждено было более 900 тысяч исполнительных производств в прошлом году. Из них было окончено 518 тысяч. То есть это тоже о чем-то говорит. Из этих 518 тысяч более 80% были окончены фактическим исполнением. Ну, а если говорить по суммам, ну, то есть конкретно по деньгам, сколько нужно было взыскать с должников? Не можете еще задействовать. Наверное, нет таких цифр сейчас, не перерывайте. Но мы об этом, наверное, еще узнаем, в принципе. Вы сказали кадровый вопрос, но это же не умаляет. Нет, это абсолютно не умаляет, то, что есть кадровые проблемы. Сказывается, ну, умаляет, не умаляет, но дело в том, что практически треть судебных приставов в течение года обновляется. Вот. Невысокая заработная плата, ненормированный рабочий день, очень высокая служебная нагрузка. То есть это тоже о чем-то говорит. Да, мы вернемся к этой теме. Сейчас быстро сходим на рекламу. Павлина говоришь? Реклама. Самые важные инвестиции всей вашей жизни – инвестиции в личное образование и саморазвитие. Робин Шарма. И мы думаем так же и говорим об этом. Тренинговая компания «Флагман». Вся информация на сайте flagmankirov.ru Вы, несомненно, будете рады, когда в вашем доме появится она. Изящные и безупречные формы, тонкий шарм, легкий характер и главное – на нее не придется много тратить. При покупке кухни «Мария» столешница в подарок. «Мария», когда кухня в радость. Октябрьский 74, телефон 32-04-08 и Комсомольская 8, 37-31-38. Телефон рекламной службы 70-80-90. Партнер программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Продолжается программа «Дневной разворот». Светлана Удельна и Игорь Рысев. В студии у нас Ольга Одинцова, начальник отдела организации исполнительного производства управления службы судебных приставов по Кировской области. И что мы сегодня собрались здесь? Все потому, что разбираем случай Евгения Гасилина, это кировчанин, у которого из-за незначительного долга арестовали машины, и счет в банке. Слушатели, если у вас есть какие-то подобные истории, из-за маленького долга что-то такое произошло, пожалуйста, 708-502, номер для вас, и как раз слушатели у нас на линии. Алис, здравствуйте. Алло. Добрый день. Да, прямой эфир, представьтесь. Роман. Роман, ну вас слушаем. Вот сейчас хотелось бы не то, чтобы оправдание Ольге сказать, а предыдущие товарищи, это у нее были одни эмоции. Сейчас есть прекрасный сайт, на котором можно... Сделайте, пожалуйста, приемник потише, мы вас не слышим. Да, мы вас по два раза слышим. Можно увидеть и долги, которые у тебя имеются, и заранее загасить. А вот то, что сейчас говорил человек, это сплошные эмоции. Мы все знаем, что служба приставов это не благодарная служба. Это мизерная зарплата. Ну как везде в нашем регионе. И поэтому надо отдать им должное психологии, мужеству, когда вот они ходят, и за эти 100 рублей, какие они стрессы получают. То есть при желании можно всегда ознакомиться со своими долгами. Абсолютно верно. Вот то, что он говорил, это вот, ну так, знаете, ну как вот, одна бабушка сказала там. И вот у меня вопрос немножко, он выйдет в политическую форму. Хотелось бы все-таки мнение Ольги услышать. Вчера Владимир Вольфович Жириновский пожаловался вновь избранному президенту на приставов. В частности, он опять озвучил тему, что за 5 тысяч не пускают за границу, если вы тоже слышали, что надо как-то с ними быть там. Они молода, служба, все остальное. Но это Владимир Вольфович, видимо, своей судьбой обеспокоен больше. Нет, нет. Он начал говорить, что многие граждане летят за границу, их там всех арестовывают. 5 тысяч, это несерьезно. И тут Владимир Вольфович... Вопрос ваш какой, вы сказали, что вопрос хотел задать. Да, вот как Ольга отнесется к тому, что Владимир Вольфович сказал, что надо посылать исполнительные листы на работу. Если бы хотелось все время услышать. Спасибо. Да, вот это Владимир Вольфович, за которого голосовал Гиря Калопатий Проттен. Да, все. Спасибо. До свидания. По этому поводу, Роман, хотел бы пояснить, что исполнительные документы с суммой задолженности более 25 тысяч рублей могут изыскателям напрямую направляться по месту известного дохода, то есть вы можете направить исполнительный документ и в банк, если у вас есть информация о расчетном счете, вы можете отправить в пенсионный фонд, если должник является получателем пенсии, либо по месту работаем. То есть если дом, больше 20 тысяч могут заморозить счет. Взыскатель сам вправе отправить исполнительный документ по месту получения дохода, не направляя исполнительный документ судебному приставу-исполнителю. Ага, понятно. По поводу счета, ну так как мы сегодня начали эту историю с этого, я все-таки хочу разобраться. Счет в банке, могут какие-то операции производить, если долг какого размера? Любого размера долг. Абсолютно, да? Да, то есть судебный пристав исполнитель в первую очередь начинает работать с денежными средствами, на счетах. То есть могут взыскать счеты и заморозить, в случае, если туда деньги поступят, то они автоматически сразу и снимутся. Так процедуры действуют. Да, да, да. Слушатель у нас сейчас заикнулся и про заграницу, да, какой должен был долг, мы уже об этом говорили много раз, но еще разочек давайте. Какой долг, чтобы не можно было задержать человека? Ограничение выезда за границу допускается только по судебным решениям, то есть это не может быть по постановлению ГИБДД, как был обеспокоен у нас Евгений Гаселин. Значит, это обязательно должно быть судебное решение. Сумма задолженности должна быть более 5000. Ну, допускается, скажем, что и при злостном уклонении, скажем, от уплаты элементов, то и при задолженности менее 5000 может быть ограничено выезд за границу. Работа с сайтом действительно сейчас все так просто, можно зайти посмотреть, да? Да, работа с сайтом сейчас ведется, и, в принципе, можно зайти на сайт, но если вы хотите узнать о том, есть ли в отношении вас ограничение выезда за границу, можно позвонить в службу судебных приставов и вам ответят. А вот слушатель, который был первым, сказал, что приезжают из-за небольшого долга, снимают решетки, еще что-то. Вот хочется все-таки пояснить, да? Долг всегда должен быть соразмерен с тем, что у тебя арестовывают, да? Да. То есть 100 рублей, соответственно, 100 рублей у тебя там и возьмут то, что у тебя есть на 100 рублей. И никто решетки выламывает за 100 рублей и не будет. Ну и далее, то есть судебный пристав, это все-таки государственный служащий, и он будет действовать в рамках закона. Да, у нас на линии появился Игорь Герасипов, это начальник отдела организации работы по розыску должников и их имущества в управлении службы судебных приставов по Кировской области. Игорь, добрый день. Добрый день. Да, хочется вас очень узнать про систему оповещения должников. Можете ли рассказать, как эта работа ведется? Ну, во-первых, вот один из граждан, которые вам звонили, говорил, что имеется сайт. Да, действительно, в ФССР России создан сайт. Такое, значит, в федеральном законе об исполнительном производстве внесены соответствующие изменения. В частности, введена дополнительная статья 6.1, называется она «Банк данных в исполнительном производстве». Этим законом Федеральная служба судебных приставов создает и ведет в электронном виде банк данных исполнительный производство, который возбуждается в отношении физических лиц, так и юридических лиц. Ну, то есть сайт все подробно. Да, 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 сайт, значит, этот сайт, он, значит, актуализируется практически ежедневно, то есть любой гражданин, любое юридическое лицо может посмотреть, есть ли в отношении его исполнительное производство. Возбуждали в отношении его исполнительное производство. А я туда что, могу просто ввести свое имя, фамилию, отчество и все, да? И узнаю все? Да, да, да. Значит, вы можете ввести туда свои идентификационные сведения на фамилии, имя, отчество, дату рождения. А если речь идет об организации, наименование, юридический адрес, где располагается организация. Игорь, ты даже можешь ввести мою фамилию, мое имя, посмотреть, если у меня долги. Да, в общем-то, можно проверить у вас, например, наличие исполнительного производства. А как здесь закон о персональных данных? Как его соблюсти? Ну вот я вам говорю, что вот этим законом, 196-м законом, который был принят 11 июля 2011 года, вот как раз внесены изменения в наш федеральный закон об исполнительном производстве. И в статье 6.1 обозначено, что общедоступными сведениями являются сведения, в том числе содержащие фамилии, имя, отчество, дату рождения, а для организации наименование либо юридическое лицо. То есть на период принудительного исполнения вот эти данные, они являются общедоступными, и любой гражданин, любое юридическое лицо может посмотреть вот такую информацию на сайте. Ну, предположим, человек там устраивается на работу, работодатель может посмотреть, как у него судьба до этого складывалась. Да, да, да. Игорь? Кроме вот этих данных, значит, может посмотреть номер исполнительного производства, который возбужден, значит, дату возбуждения и сумму задолженности, которая есть. Да, Игорь, а вы оперируете ли какими-то средствами по статистике, вот, ну, по цифрам о наиболее серьезных долгах и вот, может быть, о самых маленьких на сегодня. В частности, вот тут звучали, можно и так сказать, обвинения, что занимаются в основном мелкими долгами, а серьезные крупные долги вот никак взыскать не могут. Вы знаете, у нас любой долг по движению независимо от суммы, маленький долг, допустим, штраф 100 рублей, в любом случае он должен быть взыскан, то есть сумма тут не имеет абсолютно никакого... В приоритете нет никаких таких, да? Нет, ограничений как таковых, так и нет. Игорь, спасибо вам большое за комментарии, услышали мы вас, до свидания, и у нас слушатели уже на линии. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья Васильевна, и у меня очень короткая реплика, по сути, вот темы. Я думаю, что уведомления по почте, это вообще позавчерашний век. В этом веке давно пора уже и эсэмэтичные уведомления, и уведомления по интернету. И вот еще в чем проблема. К моему сыну, например, пришло извещение о том, что он должен сплатить штраф. Но на дате исполнительного производства, условно говоря, стоит 1 марта. А по почте к нам это письмо пришло 3 марта, и уплатить надо уже через 2 дня. Если он уехал, скажем, в командировку, он уже фактически не успевает уплатить и становится штрафником. ему снова приходит некая корреспондентка, где он должен заплатить пение. То есть получается вот такой снежный ком. Мы вас услышали. Страх на штраф, пение на пение. Мы вас услышали. Спасибо за звонок. Спасибо большое за звонок. Ольга, хочется, чтобы вы разъяснили, потому что я тоже сталкивалась с таким. Как вот эта ситуация поступить? Да. Значит, 5 дней, которые устанавливает судебный пристав исполнителя для добровольного исполнения, они начинают течь с момента поступления вами конверта. То есть с момента поступления. Я могу сказать, что я это получила когда? Нет, оно приходит заказным с обратным уведомлением. То есть обязательно делается в уведомлении отметка, когда получен. То есть и в течение 5 дней установленных, значит, с момента получения, он должен оплатить задолженность. Не маловат срок? Это действительно люди? Это предусмотрено законом. И первый вопрос был у слушательницы? СМС-сообщениями. То есть в прошлом году у нас такая практика была, когда о наличии задолженности отправлялись СМС-сообщения. С середины прошлого года мы перешли на новую программу, которая будет, единая программа для всей России. И, к сожалению, пока такой возможности нет. Но к этому все идет? Обязательно. То есть будет вот эта СМС-рассылка? Да. И, ну, я бы не сказала, что направление обратными уведомлениями это вчерашний день, потому что, когда людям приходят СМС-ки или звонят на домашние телефоны, тоже есть всегда недовольные тем, что им постоянно звонят и напоминают о том, что у них есть долги. То есть довольные всегда все быть не могут. Спасибо большое, Ольга, что пришли к нам. Это была Ольга Одинцова, начальник отдела Организации исполнительного производства Управления службы судебных приставов по Кировской области. Слушатели очень бы хотели, чтобы эта программа была для вас полезной. Да, если вы что-то пропустили, можно услышать это на сайте eho.ru, скоро это там появится. Да, заходите, и если у вас есть какие-то долги, вы можете комментарии послушать. И также зайти на сайт судебных приставов. Там вы можете узнать о своих и чужих долгах. Да, ну а это были Светлана Удельна и Игорь Рысев программа «Дневной разворот в Кирове». Всего доброго вам, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...